Что делать, если напала собака на человека? В странах постсоветского пространства, в большинстве своем остро, стоит вопрос с бездомными животными и содержанием домашних питомцев. Что чревато нападениями животных на людей? Достаточное количество средств не выделяется на строительство и содержание приютов, животные сбиваются в стаи и бродят по улицам городов. Весьма распространен вопрос, что делать, если нападает собака, ведь от правильности действий будет зависеть исход битвы. Почему собаки нападают на людей? Прежде чем выяснить, что делать, если на вас напала собака, нужно понять причины, из-за которых животное ведет себя агрессивно. Основные поводы нападения дворняжек и домашних питомцев – защита территории. Собаки могут напасть на человека, если заподозрят, что он посягает на их территорию, пусть даже в лесу. Для домашних псов это может быть квартира или дом, а также место для прогулки – двор. Для бездомных животных это их основные места обитания и отдыха, а также места, где им удается добыть пищу, голод. Бродячие животные озлоблены, из-за чего могут напасть не только для защиты территории. Если в пакете человек несет продукты питания, он может привлечь внимание пца, который добывает себе пропитание, оскалившийся пес. Представляет серьезную опасность для человека – бешенство. Атаковать человека способна бешеная собака. Это остроинфекционное заболевание, которое поражает мозг. Животное дезориентированное весьма агрессивно реагирует на любые внешние раздражители. Особенно при развитии патологии животное остро реагирует на яркий свет, он причиняет им физическую боль. Животное может кашлять и поносить, при этом из пасти обильно выделяется слюна. Команда хозяина. Стать причиной агрессии также может хозяин, который отдает своему питомцу команду на поводке, а тот покорно их выполняет. Как правило, речь идет не о здоровых людях, и статистика показывает, что таких немало. К сведению. Животное иметь территорию и таким образом ее себе присваивают. Важное правило – столкнувшись лицом к лицу со скалившимся псом, нельзя показывать свой страх, животное это чувствует. Как определить, что собака собирается напасть? Прежде чем наброситься, животное проявляет признаки агрессии, которые тоже следует знать и уметь анализировать. Настороженные уши, напряженный хвост и поднятая халка – это основные показатели. Нервные и непрекращающиеся подергивания хвоста, напряженные лапы и ощетинившаяся спина преимущественно указывают на то, что животное готовится сорваться и кусаться. Обратите внимание, еще признаком агрессивного настроя по отношению к человеку относят ла и рычание, однако и абсолютно тихий пёс способен нанести урон. Попытка человека нанести удар собаке при нападении ни к чему хорошему не приведет. Самую большую опасность для человека представляют стаи бездомных животных. Они людей практически не боятся и из-за тяжелых условий выживания агрессивны. Стаи, как правило, стараются около человека создать кольцо. В этом случае просто необходимо упереться спиной в стену или дерево, чтобы животные не сбили с ног. Важно, чтобы случайно не встретиться со стаей или одиноким бродячим псом, вернее уменьшить вероятность нападения, лучше ходить по оживленным и освещенным улицам. Что делать, если напала собака? Что делать, если собака с калицей готовится атаковать? Многие люди подаются панике и начинают делать необдуманные поступки, что часто, к сожалению, лишь усугубляет ситуацию. Распространен вопрос, что делать, если за тобой бежит собака. Так вот, ее это разодоривает. Если ситуация еще не вышла из-под контроля, то необходимо срочно замедлить шаг. Также можно попробовать остановиться и вытянуть руки вдоль тела. Это действие позволит утратить интерес животного. Нельзя смотреть животному в глаза. Прямой зрительный контакт усиливает агрессию животного. Это простая истина. Наблюдать за псом необходимо боковым зрением. Это позволит ему понять, что ничего не угрожает и, возможно, даже он отступит. Отвлечь животное. В подобных ситуациях питомцу можно отдать любую вещь, на которую он сможет наброситься. Ботинок, сумка, рюкзак. Пока пес занят, нужно постараться скрыться из виду. Собаки, даже бездомные могут реагировать на команды «назад» или «нет». Если человек их произнесет громким и властным голосом, животное может испугаться и отойти в сторону. Также в казнакомлении обязателен список, что нельзя делать при встрече с агрессивным животным. Чего категорически нельзя делать? Существует довольно обширный список того, что делать, если на напала собака нельзя. Способ дезориентировать животное с ним в целях самообороны стоит ознакомиться каждому человеку, предпринимать попытки найти общий язык с животным. Договориться с ним точно не получится. Необходимо, наоборот, избегать всяких прямых контактов. Если человек принял решение бросить собаку любой предмет, то не нужно этого делать целенаправленно власть. Суть защиты в том, чтобы собака накинулась сама на предмет, а это драгоценное время, за которое человек сможет скрыться, нельзя кричать на животное или бросать в него камни, это лишь увеличит агрессию. По возможности рекомендуется накинуть животному что-то на глаза, его это дезориентирует. Важно, если человек понял, что другого выхода нет и придется принять бой, нужно быть максимально агрессивным. Вполне возможно, что собака растеряется или испугается, отчего отступит. Способы самозащиты Существует несколько рабочих способов самозащиты, которые описаны по мере важности уверенность в себе. Каждый знает, что собаки чувствуют человеческий страх, это их притягивает словно магнитом. Если же животное чувствует уверенность и, что человек способен дать отпор, то та сто раз подумает прежде чем напасть, ведь мотивации У нее нет никакой оружия и самообороны. Наибольшей популярностью пользуются травматический пистолет, перцовый баллончик и нож. Каждый предмет имеет как преимущественные особенности, так и недостатки. Люди все разные, поэтому средства индивидуальной защиты тоже подходят не одинаковые. Не всем удается попасть, поэтому лучше предварительно немного потренироваться. Последний способ самозащиты относят уже к райностям, но порой и он работает. Если, например, зима и человек в теплой плотной куртке, а навстречу ему бежит мелкий или среднестатистический пес, то можно выставить руку для принятия удара. Если же речь идет о бойцовской пародии или просто крупной собаке, то рисковать не стоит. Советы киноловов и сотрудников МЧС Кинологами и опытными собаководами был составлен свод правил и рекомендаций, что делать при нападении собаки на человека, когда животное громко лает, то это, как правило, показывает, что она не желает нападать, а просто пугает и хочет прогнать человека со своего места. Нужно оставаться спокойным и ни в коем случае не поворачиваться к животному спиной, оно может вдогонку и укусить. Необходимо осторожно и без резких движений отступать спиной вперед, если человек чувствует в себе силу, то настоятельно рекомендуется нанести удар первым, возможно, когда собака уже в рыжке. Болезненные ощущения точно дезориентируют животного, если опасность высока, а впереди крупный оскалившийся пес, то нужно постараться прислониться спиной к твердой поверхности, чтобы лишить ее возможности сбить человека с ног, а также полностью контролировать ситуацию. Средство индивидуальной защиты против собак в драке с животным Большая ошибка вести пассивную оборону, так человек точно пострадает сильнее. Нужно быть максимально агрессивным. Что делать после нападения? Если после нападения собаки остались укусы, необходимо промыть дома рану большим количеством проточной воды мылом, после чего как можно скорее обратиться в больницу. Дело в том, что животное может болеть бешенством, это заболевание не только заразно, но и смертельно. Для предупреждения летального исхода нужно пройти своевременную вакцинацию. Обратите внимание, если укусил домашний питомец, то его анализы отправят на экспертизу, чтобы исключить вероятность бешенства. Ультразвуковой отпугиватель собак не имеет значения, кто решил ознакомиться с памяткой при нападении собаки, взрослый человек или ребенок, спецназовец или безработный сосед, использовать перечисленные способы защиты может каждый. Главное, не совершать ошибок, описанных выше.